Мир вам, уважаемые друзья, дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря тому, что существуют в понедельнике, мы отвечаем на ваши многочисленные вопросы и комменты. Поэтому сразу без раскачки, первый вопрос, где латуду купить? Пропалась прилавка в Центральном федеральном округе, кроме Москвы и области. Есть мнение на этот счет? Есть, конечно, мнение на этот счет, ведь есть интернет-аптеки. То есть, если в Центральном федеральном округе есть и в Москве есть, то можно через интернет-аптеки заказать. Другое дело, что я вам просто скажу, вы посмотрели сначала, перед тем, как заказывать, посмотрели сначала ролики, которые посвящены латуде. У нас эти ролики есть. Просто разберитесь в характеристиках этого препарата. Это отнюдь не, ну, конечно, не лучший, не худший, но этот препарат, который вполне можно заменить. У него нет каких-то незаменимых качеств по сравнению с другими препаратами. Только единственное, что он, конечно, очень и очень дорогой. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Теперь, что я еще хочу сказать. Конечно, дефицит лекарств всегда будет встречаться. Ну, к этому, в общем-то, надо относиться спокойнее. Если лекарство где-то есть, значит, его можно достать. Следующий вопрос. Точнее, реплика. А иглонил, целиан, спитамин тоже ведь повышает дофамин, как вы сами рассказывали. А вы говорите только об одном лекарстве и не упоминайте даже сквозь другие. Люди же могли не посмотреть те ролики, откуда им знать, что есть альтернатива анвифену. Значит, я вам честно скажу, что у нас, вот чем я отличаюсь от других специалистов, там, блогеров, я рассказываю тематически про, стараюсь рассказать про один препарат в одном ролике. Я не рассказываю про множество препаратов в одном ролике. Но это не значит, что у меня рассказ есть. Вы даже сами видите, что есть у нас, вверху у меня плейлист есть. Там иглонил, я уж не знаю, сколько роликов, потому что никак не меньше, чем два десятка, а то может быть и три. Целиан тоже уже, наверное, под два десятка роликов. Спитамин тоже есть ролики. По адвифену есть множество роликов. Каждый себе может выбирать сам. Вы говорите о том, что люди могли не смотреть те ролики. Что надо делать, чтобы люди смотрели те ролики тоже? Ставьте лайки, пишите комменты, вот такие же комменты, что можно посмотреть еще ролики там-то и там-то на плейлисте. Делайте ссылки, пусть люди смотрят и, соответственно, узнают больше информации. Нам это тоже очень и очень выгодно, потому что в таком случае будет у нас увеличиваться количество подписчиков. Так что все от вас зависит. Пришли на канал, обживайтесь на канале, смотрите больше роликов. Многие думают, что посмотрев один какой-то плейлист про какой-то препарат, который их интересует, это все. Это не так. Поверьте мне, каждый препарат заслуживает своей ниши. Каждый препарат очень и очень интересен. Каждый наш ролик, он посвященный тому или иному препарату, он не повторяет другого. Там обязательно есть определенные аспекты, что-то новое. Поэтому на самом деле придется смотреть все. Конечно, я понимаю, что вам бы хотелось, чтобы в одном ролике сразу ответили на все ваши вопросы. Но так не бывает, потому что психофармакология – это очень и очень большая наука. Так что и психиатрия, кстати, тоже. Поэтому уж вы меня извините, но придется потерпеть такую систему. Следующий вопрос. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. А маска Чаплина не может быть достоверным критерием постановки диагноза сфернией? Слишком много тестов в инете основано на этом акценте маски. Заранее благодарю за ответ. Значит, очень я прошу быть вас внимательным. Никакие тесты, которые крутятся в интернете, не являются критерием для постановки диагноза сфернией, а также для постановки какого-либо другого любого диагноза. По тестам вообще диагноз не ставится. Диагноз ставится по совокупности критериев, признаков заболевания. Эти критерии, признаки заболевания перечислены в международной классификации болезни, если мы ею пользуемся. Или, например, в аналогичных классификациях других стран. Там четко перечислено указано, сколько нужных критериев, определенных каких. Как эти критерии устанавливать для того, чтобы поставить диагноз шизофрении. Поэтому перестатьте смотреть всякий научпоп, он никакого отношения к постановке диагноза не имеет. Не тратьте на это время зря. Следующий вопрос. Спасибо, док. Очень понятно изложена суть. Скажите, почему в практике лечения встречается такая связка? Амисульприт утром, колзапин вечером. Она встречается только потому, что у нас очень любят назначать 2, 3 и 4 нейролептика. Почему такое делают? Считается, что каждый из нейролептиков, никто не думает о том, что эти нейролептики могут конкурировать за одни и те же, например, рецепторы. Ну, скажем, и амисульприт, и колзапин, они конкурируют, одновременно могут присоединяться к D2, так называемым дофаминовым рецепторам. И, соответственно, кто будет больше на рецепторах, то есть тот, кто сильнее с этими рецепторами связывается, тот и вытеснит другой препарат. Одна ситуация. Но нас обычно этим не интересуются. Считают, что если есть один хороший препарат, и мы добавим еще другой хороший препарат, то будет еще лучше. Это не так. Надо всегда разбираться в механизмах действия. Первое. То есть это безграмотность. Второе. В нашей стране очень и очень любят препараты с седативным эффектом. Амисульприт, как вы знаете, лишен седативных эффектов. То есть он не бьет по голове, как пыльным мешком. Клозапин, напротив, это препарат с выраженным седативным эффектом. В нашей стране очень любят седативный эффект. Причем любят и больные, уснул и забылся, любят врачи. Потому что врачам меньше беспокойства, если больной будет спать, ну скажем, половину дня. Если он скажет, будем спать половину дня, то, соответственно, он не сможет сделать ничего такого художественного. Что могло бы ему навредить и навредить врачу, который за ним смотрит. Поэтому такая связка амисульприт утром и клозапин вечером, она продолжать будет встречаться, пока мы вот эту связку вместе с вами не разрушим. Что для этого надо делать? Для этого надо четко понимать, когда и зачем нужно использовать нейролептики. И вообще лучше лечиться не двумя препаратами, а одним препаратом. Потому что у каждого препарата есть свои побочные эффекты. В частности, клозапин, например, для того, чтобы лечиться клозапином, надо делать постоянно анализы крови. И кто почему-то об этом не думает, никто об этом не знает. Но это на самом деле так. То есть нужно обязательно стараться лечиться как можно аккуратнее. То есть меньшим количеством препарата. Соответственно, надо понимать, нужен ли этому пациенту седативный эффект. Скорее всего не нужен, раз ему назначают амисульприт. Просто уже по привычке. А давайте еще второй препарат. Вот раньше у нас, например, очень любили связку. Это галлоперидол и аминозин. То есть галлоперидол назначался как препарат, который лечит бред, а аминозин как успокаивающий препарат. Поскольку галлоперидол успокаивающих свойств мало. Так бы я ответил на этот вопрос. Теперь, видите, появился новый связка амисульприт и клозапин. Следующий вопрос. Уважаемый доктор, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ксиплеон и кетилепт можно ли сочетать при лечении биполярного расстройства? Первое, что я хочу сказать. Во-первых, спасибо за вопрос. Значит, ксиплеон не показан при лечении биполярного аффективного расстройства. Поэтому ваш вопрос выглядит очень и очень странно. Если кто-то вам назначил ксиплеон при лечении биполярного расстройства аффективного, я бы на вашем месте пожаловался. Потому что использование препаратов не по показаниям, а на самом деле оффлейбл, является очень и очень неприятной традицией, которая свойственна нашей отечественной психиатрии. Есть очень много препаратов, которые показаны для лечения биполярного аффективного расстройства. Зачем это нужно? Я боюсь, что это нужно для того, чтобы продать дорогой препарат. Известно, что больные с биполярным аффективным расстройством, они обычно сохраняют свою работоспособность, в отличие от пациентов, которые страдают депрессией. Значит, у них есть деньги. Значит, им можно назначить препарат, который им не показан, но который дорог. Так что весь этот вопрос о сочетании. Теперь препарат Китилепт, он же Квитиопин, он же Сирогвель. Пожалуйста, посмотрите. У нас есть по этому поводу, уже мы завели плейлист. Там, правда, об использовании Квитиопина при шизофрении. Но скоро будем обсуждать и Квитиопин при биполярном аффективном расстройстве. Следующий вопрос. Здравствуйте. Спасибо за ваше видео. Очень познавательно и полезно вы рассказываете. Подскажите такой вопрос. Может ли при параноидной шизофрении эпизодическом типе течения наблюдаться циклотемия? Как врач сказал, качели. Если это больше... Или это же больше при диагнозе биполярного расстройства. Спасибо вам за ответ заранее. Значит, здесь есть несколько терминов, которые противоречат друг другу. При шизофрении не может быть циклотемии, а при циклотемии не может быть шизофрении. Это абсолютно разные диагнозы. Шизофрения в одной главе, циклотемия в другой главе. Поэтому, если ваш доктор путается между шизофренией и циклотемией, я бы на вашем месте от этого доктора поскорее бы ушел к какому-нибудь другому. Теперь врач сказал качели. Значит, у нас в психиатрии очень часто используют различные слова. Качели – это когда состояние раскачивается. Но состояние раскачивается, оно просто неустойчивое. И эта неустойчивость, она свидетельствует не о том, что это циклотемия, не о том, что это биполярно-эффективное расстройство, а о том, что просто не подобрано лечение и состояние не у больного неровное. То есть, это может наблюдаться вообще, вот эти качели при любом расстройстве. Так что, вот я бы так ответил вам на эти сложные вопросы. Пожалуйста, еще обратите внимание, что при параноидной шизофрении не бывает аффективных расстройств. Параноидная шизофрения тем и отличается, что аффективных расстройств депрессии, маниакальных состояний не бывает. То есть, здесь что-то очень-очень странное. Я вас очень прошу, разбирайтесь с диагнозом и с лечащим врачом. Следующий вопрос. В каких еще случаях заболеваний есть суицидальные мысли? Если это не депрессивное расстройство, это больше связано с ситуацией. Что в жизни пошло не так, и в человеке возникли суицидальные мысли? Справедливое, на самом деле, замечание. Суицидальные мысли чаще всего встречаются у абсолютно здоровых людей. Я вам больше скажу, кончают с собой. То есть, суицид наблюдается чаще всего у людей здоровых, а вовсе не у тех, кто обращается к психиатру. Почему? Ну, хотя бы потому, что здоровый человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, у него мало препятствий. Если пациент суицидальной мысли наблюдается у врача, поверьте мне, любой врач, любой психиатр очень и очень боится суицидов. Поэтому он обязательно, он такого пациента будет обращать внимание, уделять ему время. Ну, если он, конечно, приличный врач, а в принципе, такие врачи есть. И, соответственно, у него риск суицида будет даже меньше. Потом пациенты, они лечатся, а лечение помогает от суицидальных мыслей. Здоровый человек ничем не защищен. Он, как правило, ни с кем не делится своими мыслями. Они неизвестны окружающим, поэтому все получается внезапно. Суицидальные мысли бывают при самых разных заболеваниях. Если мы теперь говорим о больных, они бывают и при рекурентном депрессивном расстройстве, то есть, при депрессивной болезни. Бывают при биполярном аффективном расстройстве. Причем, что самое интересное, при биполярном аффективном расстройстве суициды встречаются гораздо чаще, чем при рекурентном депрессивном расстройстве. При алкоголизме встречаются суициды. Так что при разных психических расстройствах бывают суициды, суицидальные мысли. Следующий вопрос. Здравствуйте, доктор. Диагноз парадоидно-шизофрения. Принимаем монотерапию. Респиридон 2 мг утром и 2 мг вечером. Уже 10 месяцев. Может ли эта доза вызвать позднюю дискинезию? Очень, кстати, хороший вопрос. Человек принимает поддерживающую терапию 10 месяцев и спрашивает, а как это скажется на отдаленных этапах лечения? Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, посмотрите, пожалуйста, наш ролик по поздней дискинезии. Если появляются какие-то симптомы, которые указывают на позднюю дискинезию, то, конечно же, нужно бежать к врачу, потому что поздняя дискинезия возникает из-под боли. Но это довольно заметно. То есть не бывает такое, что вдруг ее не было, вдруг раз она появилась. Такого не бывает. Следующее. Пожалуйста, надо обратить внимание на факторы риска. Потому что факторы риска, их очень долго, они там все перечислены. Чем больше факторов риска, тем больше риск возникновения поздней дискинезии. Соответственно, больше внимания нужно уделять данному пациенту. Есть факторы риска модифицируемые, которые на самом деле можно избежать. Ну, например, если одновременно с респиридоном принимать какие-нибудь холинолитики, то, что у нас называется корректоры, ну, например, бипериден или циклодол, то тогда риск поздней дискинезии будет увеличиваться. Соответственно, если это не принимать, то риск поздней дискинезии будет снижаться. То есть, на самом деле, есть целый ряд мероприятий, которые можно сделать для того, чтобы избежать поздней дискинезии. Тут не все это, не какая-то болячка, которая сваливается вдруг из-под валь, и совершенно как бы никто не виноват в том, что она свалилась. Нет, надо было следить заранее, надо было исключать факторы риска, надо было следить за пациентом. Следующий вопрос. На самом деле, такие исследования проводятся как на живых синапсах, но они берут просто, это нервные клетки, которые берутся у животных, ну, чаще всего, конечно, у лабораторных крыс. Но, вообще-то говоря, мы научились видеть, что происходит с мозгом, как он работает. Более того, есть такая методика, когда вводится радиоактивное вещество, которое имеет тропность к каким-то рецепторам, то есть, оно прикрепляется к определенным рецепторам. И когда оно прикрепляется к определенным рецепторам, поскольку оно радиоактивное, оно светится. На этом фоне вводится другое вещество, которое активней, чем вот это радиоактивное, связывается с рецепторами. И радиоактивное вещество постепенно вытесняется из связи с рецептом, растекается по всему головному мозгу. И вот по этому свечению ясно, какой процент рецепторов занят. Есть возможность определить, какие нейроны активны, а какие нет. Для этого тоже существует специальная методика. Потому что, если нейроны активны, то туда приливает большее количество крови. Если это большее количество крови, то оно быстрее отдает кислород, оно меняет свои магнитные свойства. То есть, есть целый ряд возможностей наблюдать даже фактически за тем, как работает мозг, как работают отдельные нейроны. Включая, еще раз говорю, и эксперименты на животных. Следующий слайд. Следующий вопрос, прошу прощения. И последний. Поксил тоже не показан при ипохондрии, если ссылаться на инструкцию. Тем не менее, вы его назначаете людям с ипохондрией. К сожалению, при ипохондрии никаких рекомендаций нет. То есть, нет препаратов, которые были бы показаны при ипохондрическом расстройстве. Но ипохондрическое расстройство же лечить все равно надо. И вот тут тогда вступает правило оффлейбл. То есть, можно назначать препарат без показаний, если есть убедительная доказательная база о том, что этот препарат может помочь. В данной ситуации эта убедительная доказательная база есть. Дело в том, что ипохондрия в МКБ-11 отнесена к обсессивно-компульсивным расстройствам. То есть, к навязчивым расстройствам. Это означает, что возникновение этого расстройства имеет примерно те же самые механизмы, что и обсессивно-компульсивное расстройство. И это означает, что можно использовать, пробовать во всяком случае использовать те же самые препараты, которые используют при лечении обсессивно-компульсивного расстройства. А при лечении обсессивно-компульсивного расстройства используют телективные ингибиторы обратного захвата серотонина, одним из которых является ПАКСИЛ. Так что на самом деле, если правильно подходить, то использовать можно, но не методом тыка. Если бы меня спросили, а можно ли при ипохондрии использовать какой-нибудь, предположим, долоксетин или еще что-нибудь, я бы сказал, нет, нельзя, потому что никаких убедительных доказательств пользу такого лечения нет. Как всегда в конце ролика я вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Ну, что вам стоит нажать кнопочку, а много людей узнает о том, что существует такой канал, что до него масса полезной информации. Ведь вы знаете, что мы буквально спасаем людей, потому что многие люди принимают лекарства наобума, некоторые занимаются самолечением, некоторых лечат абсолютно безграмотно. В общем, я вас очень и очень прошу, пожалуйста, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, становитесь спонсорами нашего канала, хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!